Здравствуйте, дорогие наши друзья! Здравствуйте и те, кто здесь в зале, и те, кто нас сейчас смотрит и слушает. Наш второй урок будет посвящен сегодня достаточно непростой структуре, которая называется уменьшенный лад. Но зная эту структуру и умея ею пользоваться, мы овладеваем большинством хрестоматийных джазовых альтераций. То есть большинством сочетаний различных альтерированных, то есть пониженных, повышенных ступеней в джазовой музыке. Что такое уменьшенный лад? В классической музыке он называется ладом римского Корсакова. Этот композитор любил использовать этот лад, он обладает очень интересным звучанием. Структура его на первый взгляд достаточно проста, она состоит из сочетания тона и полутона. Тон-полутон, тон-полутон. Смотрите. Итак, до-си-бомоль-тон, си-бомоль-ля-полутон, ля-соль-тон, соль-соль-бомоль-полутон, соль-бомоль-ми-тон, ми-ми-бомоль-полутон, ми-бомоль-ре-бомоль-тон, рэ-бомоль-до-полутон. А таких ладов, как оказалось, всего лишь три. От до, от ре бомоля и от ре. Почему? Потому что, если я начну играть от ми бомоля, то мы увидим, что это тот же самый лад, что и от до. Вот я его продолжил до ноты до. Но сразу возникает чисто математический вопрос. Если этих ладов всего три, а тональности 12, то что-то тут не так. Значит, каждому ладу должно соответствовать некоторое количество тональностей, даже не некоторое, а, собственно, строго определенное. Четыре. И так оно и есть. Каждому ладу соответствуют четыре аккорда, которые я сейчас для вас буду брать без квинты. Я буду брать вот этот самый доминант септаккорд. Или, более правильно выражаясь, С7 без квинты. Почему без квинты? Потому что у меня внутри моего лада есть и квинта, и пониженная квинта. Чтобы не было вот этого сочетания чистой квинты и пониженной квинты, музыканты, особенно пианисты, и берут вот эти аккорды без квинты. Я на уроке о блюзе рассказывал вам, почему я скажу вам, мы берем пианисты третью и седьмую ступень. Вот сейчас я буду об этом рассказывать. Я не просто так это делал. Итак, ладу до соответствуют четыре тональности, которые состоят из звуков этого лада. Они же не просто так состоят. А это до. Если вы посмотрите на эти аккорды, которые я сейчас беру, то они все соответствуют звукам этого уменьшенного лада. До, ми-бомоль, соль-бомоль и ля. Я все беру септы без квинты. Заметьте себе, друзья мои, что основание этих аккордов составляет уменьшенный септаккорд. До, ми-бомоль, соль-бомоль и ля. То есть у меня уменьшенный лад, а основание тональностей, которые входят в этот уменьшенный лад, составляет уменьшенный септ-аккорд. Смотрите, я покажу вам, как они сочетаются. Они все сочетаются друг с другом. Более того, все аккорды уменьшенного лада могут сочетаться друг с другом. Например, в системе септ-аккорд плюс трезвучие или его обращение. Для тех, кто не знает, друзья мои, обращение трезвучие, это когда мы переносим звуки. До, ми-соль это трезвучие, ми-соль-до это секс-таккорд, и соль-до-ми это кварт-секс-таккорд. Называется обращение. Так вот, смотрите, я беру в основании до септ-бисквинты, до ми-си-бомоль, а в правой руке, предположим, я возьму ля-мажорный секс-таккорд. Вот он. Вот что получается. Оставляю на месте ля-мажор и возьму, предположим, ми-бомоль. Возьму, оставляю ля-мажорное трезвучие, и возьму соль-бомоль-мажорный септ. Беру ми-бомоль-мажорный септ и накладываю на него фа-диез-мажорное трезвучие. Беру ля-мажорный септ и накладываю на него, чтобы такое наложить, ну, например, ми-бомоль-мажорный кварт-секс-таккорд. Беру один звук из до септа, беру ля-мажорный секс-таккорд, накладываю их друг на друга. И делаю из них целые гаммы. Таким образом, мы получаем практически все джазовые альтерации, которые могут возникнуть. Блюзовый лад дает несколько альтераций. Седьмую пониженную, пятую пониженную и третью пониженную. Это основные альтерации блюзового лада. Понижение ступеней. Кстати, я тут сталкивался с мнением, что не пятое, это было мнение классического музыканта. Не может быть пятое пониженное, должна быть четвертое повышенное. И в джазовой музыке существует даже целая так называемая лидийская концепция, которую написал музыкант по имени Джордж Рассел. Просуществовала эта концепция лет так 10-15, может быть 20. И сейчас о ней уже никто не помнит, потому что все джазовые музыканты знают, что все-таки пятое пониженное. Так уж исторически сложилось. И вот теперь мы можем, играя этот блюзовый лад, использовать его в любых доминантовых структурах, то есть структурах, которые требуют куда-нибудь разрешения. Вот мы играем какой-нибудь блюз. Беру четвертую ступень и могу использовать в ней блюзовый лад или могу использовать уменьшенный лад, который я разрешу. Вот я использовал уменьшенный... Почему я использовал лад ре бемоль? Потому что он входит в структуру си бемоля, а вычисляется очень просто. От си бемоля мысленно быстренько строим уменьшенный... Уменьшенный септаккорд. И мы твердо знаем, что у нас, когда мы берем си бемоль, нам подойдут лады ре бемоль, ми, соль и си бемоль, а это один и тот же лад. Просто его можно брать от каких угодно нот. Но это все равно лад ре бемоль. Вот я для себя решил, что у меня три моих основных. Это до, ре бемоль и ре. Я могу их брать от любой ноты, потому что я их от любой ноты выучил. Сидел дома и от любой ноты учил эти лады. Чего и вам желаю. Чтобы вы никогда не мучились и не путались, какой мне лад взять. Более того, иногда мы используем сочетание уменьшенных ладов. Начинаем с одного, переходим в другой. Например, у меня до септ. Я начну с ре бемоль лада, но переведу его в лад до. Смотрите. И у меня получается красивый лад. Я могу это сделать и снизу вверх. Смотрите. Перевел через хроматический ход. Обратно. Таким образом, используя структуру уменьшенных ладов, мы можем делать интересные гармонические сочетания. Для начала советую использовать гармонические сочетания полутоновой структуры. Например, мы используем до. Можно использовать на полтона ниже, на полтона выше и переводить его обратно. Просто с таким, что называется, зацепом. И так. То же самое мы используем при каких-то аккордовых структурах. Вот я сейчас использовал тот прием, который я вам показал, когда мы берем не целый аккорд, а одну ноту из этого аккорда и добавляем туда структуру из блюзового лада. И таким образом, если вы посмотрите, все джазовые альтерации, все возможные понижения и повышения ступеней в джазовой музыке находятся здесь. Теперь нам нужно просто решить, что мы будем делать. Более того, мы можем в одном аккорде использовать не два сочетания, а три. Например, я беру до септ. Я беру ля мажор. А теперь я туда добавляю, предположим, кусочек от фа диеза. Вот я беру ля мажор. А в основании у меня до. Смотрите, что сейчас получится. Я могу использовать это и перенеся эти ступени вовнутрь. На басу такие структуры звучат очень красиво. Очень медленно сыграем блюз. А я вам показываю, как я буду использовать уменьшенные структуры. One, two. И one, two, three. Для начала. Стоп. Что я взял? Я взял си бомоль мажор. На фа. На фа септ. Вот я начал с уменьшенного лада. Поехали. Раз и два. И раз, два, три. И раз, два, три. итак я использую различные сочетания это зависит от стиля в котором я играю какие именно сочетания я буду использовать но я для вас просто показал как можно использовать уменьшенные лады в блюзовых структурах возьмем какой-нибудь возьмем какой-нибудь стандарт например стандарт паркера орнитология соль мажоре да и попробуем поиграть бебоб с использованием уменьшенного лада для начала что такое у меня соль сразу какой уменьшенный лады меня должен быть в голове у меня в голове рыбы моль мажорный уменьшенный лад не мажорный он тоже не мажорный мини минорный у меня уменьшенный лад рыбы моль и так далее поехали а Субтитры создавал DimaTorzok Итак, я вам показал просто, как используется уменьшенный лад. Для начала это не так просто и не так просто определить, но я в этих импровизациях использовал сейчас сплошные структуры уменьшенного лада именно в пассажировании. Итак, резюмируем. Для того, чтобы овладеть уменьшенным ладом, нам нужно выучить три уменьшенных лада основных от любой ноты в любом направлении. Нам нужно выучить их возможные сочетания не только в прямом движении, но и в каких-то движениях ломаных. Например. Я играл сейчас по звукам уменьшенного лада, но ломанные структуры. Но для этого это не так просто. Мы должны держать в голове этот уменьшенный лад. И мы должны для себя уяснить возможные сочетания различных структур уменьшенного лада, которые могут быть сыграны вместе, тем более если мы используем бас. На этом мы сегодня урок об уменьшенном ладе, друзья мои, заканчиваем. Надеюсь, это было не слишком для вас сложно. На самом деле это сложнее выглядит, но как только мы эти структуры выучиваем, это все намного проще, уверяю вас. Спасибо.